Выпускайте Кракена, пускай он даст всем пизды! Такой слоган, наверное, думаю, должен быть у данного продукта, но сегодня мы с тобой поговорим не о слоганах, а поговорим о данном продукте. Old Ligator, Кракен, Хука, Табака, Сигар, Лиф. А? А? Уже интересно звучит, да? Да? Короче, на самом деле этот продукт довольно-таки интересный. Я сейчас зачитаю почему, а потом уже расскажу маленькую инсайдеровскую историю. Но перед этим я хочу тебе сказать, что вот такая вот баночка, красивая, немного такая цыганская, пахнет богатством, и на ней все написано, что я не понимаю. А почему я не понимаю? Потому что, к сожалению, богатский язык я не понимаю, и тем более богатский алфавит. Жирно дорого. Давайте знакомиться с продуктом Кракен. Только что, буквально пару минут назад, мне скинули описание к данному продукту. Old Ligator, табачная компания, международная команда профессионалов из России, Кубы и США, с опытом более 15 лет в сигарной кальяной индустрии. Мы собрали лучшую коллекцию редких видов табачного листа, которые будем использовать в табаке для кальяна и сигарах. Блядь, как же красиво написали. Кракен. Кракен, как вам? Ребят, как вам название у табака, бля? Кракен. Вот скажите, вот в принципе, если ты часто говоришь Кракен, Кракен табака, Кракен, 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 то как-то вроде привыкаешь. Поначалу я такой думаю, чё, бля, Кракен, чё? Табак для кальяна и сигарного листа на производстве используется. Уникальная технология в составе присутствует. Угадай, блядь, что присутствует в составе этого табака. Ты никогда в жизни не отгадаешь. А знаешь почему? Потому что такого ещё не было. Такого ещё никто не делал. Я, конечно же, не могу сказать, что это прям вот сто процентов, да, и не какая-то маркетинговая дырка, которой нас пытаются всех заманить. Ну, чернила каракатицы. Ты понимаешь, Вася, блядь, чернила каракатицы. Все остальные продукты в этот момент такие, нет, не наш уровень. Кракен, блядь, не наш уровень. Мы до него далеки. Потому что никто ещё не использовал чернила каракатицы. И ты у меня сейчас такое спрашиваешь. Что? Чернила каракатицы? А для чего они нужны? Чтобы чёрный табак был ещё чернее? Чё за БЛМ? Ну, нет. Сочетание морских солей с табачными сахарами придают продукту высокие органолептические свойства. Глубокий вкус и долгое приятное послевкусие. В чернилах присутствует таурин. Редбул окрыляет. Кракен окрыляет. Примерно вот так. Который придаёт энергию, снимает раздражительность и повышает настроение. Ну, блядь. Вот напиши в комментариях. Вот, блядь. Ну, как тебе такое описание? Тот, кто это всё пишет, мне кажется, ну, прям интересно. То есть, да, ты как бы понимаешь, что ебать там что-то завысили. Ебать где-то ЧСВ хострельнуло. Но это же надо придумать. Это же надо написать. И чернил каракатиц в продукте ещё не было. Поэтому это то, что охота попробовать и понять лично для себя, что дадут эти чернила каракатицы. Кто никогда не хавал пасту с чернилами каракатицы, не переживайте. То, что они чёрные, больше ничего специально такого выдающегося в этой пасти нет. Как это будет с табаком, неизвестно. Хотя я вам признаюсь честно. Я прокурил всё это. Давно уже прокурил. Я просто честно вам скажу, ждал бабки, чтобы снять обзор. Типа, без бабок нихуя не снимаю. Но когда я прочитал это описание и понял, что, типа, там таурин, энергия, крылья, всё чувствуется лучше настроение, я забил ещё одну чашечку и уже думал об этом, то, что здесь написано. И это, сука, реально работает. Я прям так немного повеселел, поэтому я сейчас здесь перед вами такой сижу весёлый, что-то дёргаюсь, распинаюсь, что-то делаю. Ладно, идём дальше. Есть несколько линеек, и первая линейка уже в продаже. Это Medium Seca. Что-то на богатом. Приготовлено из сигарного листа Seca, выращенного на кубинских семян на севере Никарагуа в долине. Ха-ха-ха, в долине. Вот сейчас специальная шутка, специальная шутка только для моих подписчиков, которые знают уйгурский язык. Вот чисто для уйгуров. Только уйгуры поймут эту шутку. На севере Никарагуа в долине Джалапа. Долина Джалап. Джалап. Откуда этот табак? Из Джалапа. Вот уйгуры сейчас будут смеяться. Имеет среднюю крепость. Подойдёт для тех, кто только знакомится с сигарным листом, и для тех, кто предпочитает некрепкий табак. Да, это сигара. Я её прокуривал. По крепости она средняя, нормальная, но весь в кайф, в аромках. Я вам сейчас всё объясню. Подождите, мы просто зачитываем. Но скоро нас ждёт. Фасовка 100 грамм, потому что сейчас только 30 грамм. Крепкая линейка. Strong Leggera. Cuban Blend. Кубинский Blend. Dominicana Andulo. Доминиканский Andulo. Louisiana Peric. Луизианский Peric. Dark Fired Kentucky. Настоящий американский копчёный кентукки. И Amazon Arapiraca. 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 Короче, будет ещё, как я понял, шесть линеек. И я уже не знаю, что об этом думать. А теперь всё очень по-простому. Кракен, откуда ты появился? Кто ты такой? Кто тебя создал? Что ты вообще здесь забыл? Всё очень просто. Помните компанию ВТО? Так вот, в компании ВТО было два человека. Это Сергей и Алексей. Они, ну, так уж пришло, разные интересы. Вникать в это не буду, да и сам как бы не знаю, где, что и как. Люди разошлись. Алексей остался при ВТО, а Сергей сделал Кракен. Как мы знаем, давайте не будем молчать и скажем, что ВТО в последнее время не радует. Согласитесь, со мной, да, это так, ВТО в последнее время не радует. И тут-то появляется Кракентос. Я такой думаю, блядь, я-то с Серёгой общался. Неужели тот самый Арахис? Я открываю этот тот самый Арахис ещё со времён Кубы. Ну, ВТО Куба. Просто один в один. Но здесь есть, конечно же, минус. Если ты до этого не любил ВТО, то и Кракен ты тоже не полюбишь. За исключением того момента, что ты повзрослел, и твои вкусы поменялись, и ты готов вникать во всю сигарную такую продукцию, да, именно кальянную, то тогда тебе понравится. Короче, все вкусы, которые здесь есть, они, грубо говоря, из старого ВТО, именно тогда, когда он был на пике просто охуевшести. Это тогда, когда ты забиваешь вкус вафли от ВТО, и понимаешь, что это молочные кремовые вафли. Как вы видите, у меня почти этого не осталось. И это очень круто. Здесь есть вкус, который я ещё не прокурил. Это мексиканский лайм. Я помню, что у компании ВТО был такой вкус, как апельсин. Я не помню, сицилийский апельсин, сифилизный апельсин. Но лайма я не помню, чтобы у ВТО был. И я поэтому хочу его сейчас вместе с вами забить. Но так как тайминг поджимает и всё остальное, я вам ещё что хочу сказать. На носу у нас выставка Huka Club Show. Поэтому, если вы хотите попробовать Кракен, а мы знаем, что выставка огромная, вы просто можете его не найти, то стенд Кракена на выставке находится по адресу FE3 и FE4. Так что, ребятки из Кракена вас там ждут, чтобы вам показать этот продукт. Обязательно подойдите и попробуйте. А я сейчас всё быстро забью, и мы с вами уже подключимся. Как-как-как-как? Всё, мы забили. И чашечка у нас готова и почти прогрета. Воу-воу, Кальянчик хайп, как ты крутоанулся, опасно, братан. Короче, так же вам скажу, да, и по моим личным ощущениям, пока всё это греется, я буду раскуривать сразу, наверное, начну с того, что... Давайте подведём сразу итоги по этому продукту, такую рецензию. По жаростойкости продукт Кракен в принципе, как и все остальные, да, и не больше, и не меньше. Но тут нужно понимать особенность самого продукта. Рекомендую забивать только на фанулах, потому что табак немного влажноватый, и вся суть заключается не то, чтобы в сырье. Сырьё вам даст именно ту самую нотку сигарного листа, ту самую нотку крепости приятной, но вся аромка лежит в сиропе, поэтому если его забивать на пятидырой прямоточной чашки, сиропчик у вас утекает, и он говорит, деньги, пока-пока. Да, вы всё сливаете в колбу, поэтому лучший выбор фанул, только фанул. Не перегревайте, ни в коем случае. Данный продукт лучше не догреть и спокойно, медленно, как я, уже его растянуть. Это очень важно, потому что если он перегреется у вас, когда вы будете прогревать, то его будет сложно восстановить из-за своей особенности, а не потому что кракен такой. По дымности всё окей, по аромке просто офигенно. Из минусов, которые я увидел, а я вам их скажу, потому что я пиздеть вам не собираюсь. В какой-то момент аромка где-то на 30-35 минуте моментально пропадает, и ты уже куришь чистую базу, чистый оригинал. И ты так очень резко, и ты к этому не готов. Это слишком очень быстро. Ты такой кракен, твою мать, остановись, ты куда съёбываешь? То здесь, скорее всего, вопрос в самой особенности продукта и того, как моментально испаряется аромка. Это прям очень большой для меня минус. Хотелось бы, чтобы крепкость уходила поэтапно, потихоньку переходила, грубо говоря, в оригинал. Цена. Цену я, к сожалению, не знаю. Цену мне не скидывали. И РРЦХу я тоже не знаю. Но я уверен, что из сегмента подороже. Никакого лоукостера, никакого эконома в кракене вы не дождётесь. Хочешь курить чернила каракатицы? Готовь раскошелиться. Табак чисто буржуазия. По внешнему виду очень круто. Баночки вроде бы как баночки, но учитывая, как всё это сделано, по-богатому, по-богатому, то, пожалуйста, курите. Но при этом всём, продукт остался очень хорошим. Да, они не въебали все бабки в маркетинг, в дизайн, а также, конечно же, остались при хорошем продукте, который реально приятно курить. Поэтому, ребятки, это кракен, я вам рекомендую его попробовать. И чтобы не тратить деньги на него, и чтобы понять, хотите вы такое курить или нет, Хука Клаб Шоу. Первое, второе, третье мая. Стенд FE3 и FE4. Так что обязательно подходите, пробуйте кракен. Всем пока-пока. С вами был До воды.